Депутацию Федерального собрания во главе с председателем Государственной Думы России, председателем Парламентского собрания Сергеем Нарышкиным встречали утром в аэропорту города Бреста председатель Палаты представителя Национального собрания, первый заместитель председателя Парламентского собрания Владимир Андрейченко, чрезвычайный полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков, губернатор Брещина Константин Зумар, представитель области полкома дипломатических миссий. Программа дня весьма насыщенная, потому график расписан буквально по минутам. Одно из первых официальных мероприятий участия руководителей и членов делегации в заседании Совета Парламентского собрания следует отметить, что в рамках столь представительного форума прошли заседания профильных комиссий Парламентского собрания, где точечно говорили о самых насущных моментах сотрудничества, будь то экономика, военная отрасль, либо информационная политика. Я и сегодня на заседании комиссии сказал, Третья мировая война давно уже началась. Она вошла в очень активную стадию, она информационная. И мы сегодня должны очень серьезно все понимать, что очень многие вещи сегодня делаются больше словом, чем оружием. Оружие уже шлифует некие принятые вещи, слова. Мне пришлось много слышать средств массовой информации украинских. Когда я был в Крыму, и я видел, когда там просто идет сплошное вранье. И вдруг я для себя сделал вывод, что, слушай, прожив столько времени, ты даже не представляешь, что значит телевизионный ящик и как он влияет на людей, на умы людей. Там люди закодированы, там подменены понятия, там брат с братом ругается, сестра с сестрой, сын с отцом расходится, исходя из этих вот идеологических представлений. Там извращается любая правда. Ведь все, что произошло на Украине, попытались опробовать в Республике Беларусь. И у них это не получилось. Потом попробовали Россию, не получилось. Они осуществили на Украине. Они вернутся. И сегодня, проводя эту сессию, мы понимаем, что информационное обеспечение – это ключевая вещь с точки зрения борьбы в современной войне. Ключевая. Я очень рад быть на этой земле. Не только потому, что полтора года проработал здесь над созданием фильма «Брестская крепость», но еще и потому, что считаю, что это и есть один из центров союзного государства. И, если можно так сказать, даже сердце союзного государства. Не в столице, а именно здесь. Потому, что именно на Брестской земле ощущение, что мы всегда были вместе, есть вместе и будем вместе, особенно остро воспринимаешь. Одновременно глава региона Константин Сумар встретился с Сергеем Нарышкиным и другими членами парламентского собрания в областполкоме, где были обсуждены основные направления работы в рамках единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Далее заседание 46-й сессии парламентского собрания России и Беларуси. В рамках заседания рассматривался ряд вопросов, посвященных 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Организационные вопросы, связанные с изменениями в составе парламентского собрания, а также другие, не менее актуальные и важные вопросы для двух стран. Мы не случайно выбрали 21 июня, не случайно выбрали город Брест с местом проведения сессии парламентского собрания, накануне такой священной даты, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны и вместе в Бресте, где, собственно, война для Советского Союза начиналась. Брест был первым городом, крепостью, который первым принял на себя удар немецко-фашистских войск и в течение долгого времени сдерживал. Сегодня на заседании мы рассмотрели ряд вопросов и организационного характера, и творческого. Ну, прежде всего, речь идет о плане мероприятий по подготовке к празднованию в 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в 70-летие Великой Победы. Мы видим сегодня, что в отдельных государствах власти приходят националисты, нацисты, радикалы, и мы этого не можем допустить. Поэтому наша святая обязанность защитить вот эти наши завоевания, и мы вот эти вопросы сегодня рассматривали на сессии парламентского собрания. Безусловно, второе направление важнейшее – это создание условий, будем говорить, комфортных условий для проживания ветеранов Великой Отечественной войны. Многое, безусловно, по этому направлению сделано, но пока ничего, на это тоже было обращено внимание. Особенно, что касается вопроса увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Побывать в Бресте и не увидеть Брест – такого нельзя себе позволить. Не смог отказать себе в удовольствии и председатель парламентского собрания России и Беларуси Сергей Нарышкин. Экскурсия, которую провели глава региона Константин Сумар и мэр областного центра Александр Полошенков, стала в буквальном смысле слова подарком и сюрпризом для спикера Госдумы, а также возможностью пообщаться не только с брещанами, но и земляками россиянами, приехавшими на легендарную берестейскую землю. Вольно! 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте, давайте, давайте. Я сам белорус, и зная трепетные отношения в Беларуси к истории войны, вообще к истории народа, я хочу показать ребятам, как все здесь отмечается, как относятся к войне, как относятся к истории, как ее не переписывают, ну и встретятся с ветеранами Беларуси, с ветеранами войны. Здесь будут наши ветераны. А уже вечером в городском парке все брещане и гости города смогли насладиться чудесной музыкой в рамках акции «Музыка поколения», организованная ОАО «Газпром». Цикл концертов пройдет во всех областных центрах страны, но старт мероприятию дан именно в Бресте, на земле, положившей начало в Великой Победе. Участие в акции принял заместитель концерна «Газпром» Виталий Маркелов. Чудесные мелодии далеких лет на музыку российского композитора Эдуарда Артемьева в исполнении президентского оркестра Республики Беларусь порадовали и людей элегантного возраста, и молодых, и совсем юных берестейцев. А сам композитор Эдуард Артемьев испытывал чувство, по его словам, невыразимого волнения, потому что находился именно здесь, в эпицентре событий далекого 41-го. Это чудо, что вообще Советский Союз так вышел победителем из этой войны. Когда сейчас вот я, обращаясь, взял свою назад, в принципе, это почти было невозможно, потому что такое было превосходство Германии во все. Это какое-то чудо случилось. Ну вот выстояли, чудовищное воспитание. Для меня это просто победа, сохранившая жизнь государства, не только каждому лично. Осталась Россия, осталось Советское Союз в то время. Быть может, подобную музыку слушали 73 года назад наши близкие. Ведь через несколько часов уже гремели другие звуки, звуки рвущихся снарядов. Ведь завтра была война. Лариса Осмолович, Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.